Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию свежий видеообзор с торговыми идеями, с разбором моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, а также покажу свою работу в закрытом телеграм-канале ВИП Мария Кухта, поэтому, соответственно, три блока у нас сегодня будет. То есть первый блок свежие торговые рекомендации для вас по рынку металлов будут торговые идеи, золото, серебро, также по биткоину у нас есть интересная картинка для торговли и еще фьючерс на сахар посмотрим с вами. То есть это четыре инструмента, на которые я рекомендую обратить внимание сейчас, это те инструменты, которые интересны для торговли, будут уже с понедельника. Второй блок сегодняшнего обзора это разбор моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, которые вы от меня получали и на прошлых выходных, и на протяжении торговой недели. Значит, было два видео с торговыми идеями, это первое видео, которое вышло в прошлую субботу, 28 октября, торговые идеи евро, серебро и бренд. И еще одно видео, которое вышло на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер, значит, видео вышло 31 октября во вторник, торговые идеи по индексу доллара, евро доллар, фунт доллар и австралийский доллар. Ребят, я напомню, что данное видео выйдет на моем ютуб-канале сегодня, 5 ноября, значит, это на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер видео выйдет, и видео продублируется на ютуб-канале компания Маркетс завтра, в понедельник, 6 ноября. Также хочу напомнить о том, что все торговые идеи, все торговые паттерны я отбираю для вас по своей авторской торговой стратегии и защитный трейдинг, если есть соответствующая комбинация, все это для вас озвучу в своих видеообзорах. Видеообзоры выходят в двух форматах, то есть это есть видео с торговыми идеями, а есть видео непосредственно обзор рынков, то есть это анализ и разбор основных финансовых инструментов из ключевых рынков. Я анализирую эти инструменты, то есть говорю, возможно, по каким-то инструментам у нас присутствуют торговые рекомендации, по каким-то нет, все это тоже для вас озвучиваю в рамках данных видео. Если вы смотрите внимательно, вы можете услышать также и торговые идеи, которые присутствуют на тот момент, когда я записываю соответствующее видео. Если вы желаете от меня получать больше торговых рекомендаций, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта, где я для подписчиков даю непосредственно точки входа, пишу, куда нужно выставить стоп-лосс. То есть если уже паттерн формируется, если паттерн уже полноценно сформирован, то соответствующий торговый сигнал получают подписчики моего закрытого телеграм-канала Вип Мария Кухта. Если вы также желаете получать торговые идеи от меня с сопровождением, с четким ценовым уровнем стопа, частичная фиксация, то есть говорю, когда нужно сейчас фиксировать позиции, где удерживаем среднесрочно, где удерживаем краткосрочно, где фиксируемся полностью, когда стоп-лосс привезти без убыток, когда у нас происходит отмена сценария и так дальше. То есть все эти моменты я пишу в своем закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта и уже в третьем блоке сегодняшнего обзора все это для вас покажу. То есть свою работу в закрытом телеграм-канале покажу для вас сегодня в текущем видео. Также хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы по другим инструментам, то есть по тем инструментам, которые я не затрагиваю в своих видеообзорах, как сегодняшним, так и дальнейших, да, то вы можете задавать соответствующий вопрос в комментариях. Пишите тикеры тех инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я просмотрела, и я обязательно буду их рассматривать и анализировать на следующих обзорах. То есть если будут какие-то формации, буду об этом вам сообщать. Если ничего интересного не будет по этим инструментам, тоже скажу, что ситуация не торговая, давайте пока подождать и так дальше. Как я уже сказала, все паттерны я анализирую и отбираю после этой стратегии защитный трейдинг. Паттерны я отбираю на дневных таймфреймах, вы уже это можете видеть. Точки входа формируются на дневных таймфреймах, иногда я использую часовой таймфрейм для того, чтобы увидеть либо локальное перекрытие, либо локальное подтверждение актуальности того или иного паттерна дневного. То есть уже точку входа могу посмотреть на часовом таймфрейме, но не всегда. Когда я это делаю, я рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Если интересно обучение, обращайтесь, пишите в личку, точно так же и по сигналам, то есть кому интересны торговые сигналы от меня, пишите в личку. Вся информация есть под видео и уже более подробную информацию о том, как подписаться на закрытый телеграм-канал сигналов, так и на курсы обучения. Все это для вас уже предоставлю в индивидуальном формате. Кому интересно, пишите, мои контакты есть под видео. Ну что ж, давайте начинать и начнем мы сегодня с первого блока. Первый блок и это свежие торговые идеи для вас. Ребят, в ближайшее время я вам советую присмотреться к металлам, именно золото, серебро на покупку. Но на самом деле серебро я еще ранее вам советовала покупать, еще на прошлой торговой неделе, об этом тоже сегодня поговорим. Покажу, как я в закрытом канале давала точку входа в лонг по серебру. Но тем не менее, давайте начнем с золота. Итак, золото сейчас у нас сформировало хороший торговый паттерн для возможных покупок, поэтому золото рекомендую покупать с текущих. По золоту у нас есть соответствующее защитное локальное движение, то есть импульс наверх, который произошел 25, 26 и 27 октября. В рамках этого импульса мы увидели коррекционное снижение, которое закончилось локальным перекрытием. Поэтому золото сформировало усиленный лонговый паттерн. Несмотря на то, что на максимумах своего роста, который у нас уже происходит до последних уже полтора торговых месяца, но тем не менее, судя по всему, рост у нас будет дальше продолжаться. То есть пока никаких предпосылок для снижения нет. Поэтому золото лонги из текущих выше откатного уровня поддержки 19,80. Можете уже по текущим ценовым показателям открывать. Можете подождать еще до поддержки коррекции локальной, но она может и не произойти, потому что есть уже поджатие наверх локальные. Смотрите, у нас четверг-пятница на прошлой торговой неделе уже закрылись с неплохим таким локальным поджателем наверх, что говорит о том, что есть шансы и очень хорошие для уже движения наверх по данному металлу, начиная с текущих ценовых показателей. Поэтому золото – покупка с целью на пробитие сопротивления 2000 с копейками и выше. В сторону текущего роста, который у нас сформировался краткосрочно за последние полтора торговых месяца. Но тем не менее, как я уже сказала, этот рост у нас подтвержден усиленным лонговым паттерном, который сформировался на максимумах роста и который дает возможность дальше видеть продолжение восходящего движения по данному металлу. Цели я озвучила, то есть ближайшая цель – это сопротивление 2000, пробиваем 2000 и дальше обозим Россию. И, возможно, среднесрочно, потому что у нас пока никаких шансов, никаких предпосылок для дальнейшего снижения нет. Поэтому золотом рекомендую открывать покупки. Серебро, ребят, это еще один инструмент, на который я хочу обратить ваше внимание сегодня. Но на самом деле серебро уже отрабатывает мою предыдущую торговую рекомендацию в лонг, торговую идею в лонг. Я по серебру советовала вам покупать, открывать покупки еще в четверг, 2 ноября, в рамках последнего видео, которое вышло с названием «Обзор рынков на 2-3 ноября». И в этом видео я сказала, что серебро – торговый сигнал, торговая идея в лонг, открывать покупки по серебру. Кто смотрел мой обзор, кто смотрел мои видео, вы могли воспользоваться рекомендацией и уже сейчас зарабатывать, быть уже сейчас в локальном профите по серебру. Если вы не смотрели, то есть если вы не видели мои торговые идеи, вы можете, в принципе, воспользоваться сегодняшней идеей. Почему? Потому что у нас еще серебро находится на этапе до формирования паттерна, то есть пока еще отработки нет. А учитывая характер, хороший такой длительный консолидации позиций, который у нас происходит за последние две торговых недели, выше консолиционного ключевого уровня поддержки в районе 22,7, все шансы для дальнейшего импульсного выброса наверх по серебру у нас присутствуют. Поэтому серебро лонги продолжаем удерживать, если покупали ранее по моим предыдущим публичным торговым рекомендациям. Если не покупали, присмотритесь к серебру, можете уже сейчас искать точки входа в лонг. Можно ли с понедельника пробовать? Да, в принципе, да, но вы должны понимать, что серебро еще может в рамках пятничного лонгового движения здесь добирать торговую позицию, то есть уже стопами регулируйте свои точки входа. То есть если будете покупать в понедельник, то обязательно выставьте стоплот, ну хотя бы за минимум пятницы. Для этого я неоднократно вам повторяю, что я советую подписаться на мой закрытый телеграм-канал, где, если есть точка входа, то есть если есть уже сформированный паттерн по хорошим ценам, я все это рекомендую торговать подписчикам своего закрытого телеграм-канала. Соответствующий сигнал они получили в лонг по серебру еще в четверг, 2 ноября, и уже сейчас мы в локальном профите. По серебру смотрите, это торговый сигнал в лонг, более подробно я уже расскажу. В третьем блоке сегодняшнего обзора. Куда выставлять стоплот написала, потом чуть-чуть мы сдвинули стоп за минимум, за предыдущий лоу. Для чего? Для того, чтобы локально происходило давление вниз, зажать сцены вниз на дневном таймфрейме. Мне нужно было посмотреть, как закрою дневку. И соответствующая у нас реакция произошла на поддержку, о чем я написала в пятницу в своем закрытом телеграм-канале. И видите, что это формат сопровождения, сопровождение торговой рекомендации, которую получают подписчики моего закрытого телеграм-канала «Вип-марегу». То есть в таком ключе я сопровождаю свои торговые рекомендации, как я сейчас вам показала по серебру. И в пятницу он написал о том, что идеи актуальны, лонги актуальны. Работаем дальше в лонг. Поэтому если вы также желаете получать от меня торговый сигнал с сопровождением, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Вип-марегу». Так, ребят, серебро покупки, как я уже сказала, либо с текущих, либо еще будем добирать торговую позицию в рамках пятничного роста. Ключевой уровень поддержки конституционный 22,7 выше него лонги. И с целью на прорыв сопротивления 23,5 – это сопротивление, образовавшееся как в месяц прошлом, так и в месяц сентябре. Видим, что довольно сильный уровень сопротивления, но тем не менее, учитывая характер текущей комбинации, я считаю, что этот уровень будет пробиваться, и дальше серебро будет улетать наверх. А шансы для этого замечательные, консолидация позиций отличная, хороший паттерн, хорошее подтверждение, поэтому работаем в лонг и ожидаем дальнейшего хорошего импульсного выброса наверх по данному металлу. Так, и еще один инструмент, на который я хочу обратить ваше внимание и который предлагаю торговать, и это криптовалюта биткоин. Ребята, по биткоину советую открывать покупки. Биткоин у нас подтверждает лонги. В закрытом канале я давал торговый сигнал на покупку биткоина еще в среду, 1 ноября. Давайте посмотрим этот торговый сигнал. Уже более подробно я вам все это покажу. Значит, покажу свою работу в закрытом телеграм-канале в третьем блоке сегодняшнего обзора. Я вам покажу, где советовала покупать биткоин. Это уже у меня сопровождение торговой рекомендации. То есть это непосредственно сигнал на покупку. Стоп-лосс по 34 тысячи. Куда выставлять стоп-лосс? Я показываю либо в графическом формате, либо пишу цифрами. Значит, смотрите, биткоин потом сопровождала свою торговую рекомендацию в лонг. Когда ситуация у нас остается в силе, когда ситуация у нас меняется, все это пишу для подписчиков своего закрытого телеграм-канала. И соответствующий пост сделала вчера, в субботу, 4 ноября, написав, что перспектива роста сохраняется по биткоину. Поэтому, ребята, в курсе. Если у нас есть подтверждение паттерна, продолжаем работать в соответствующую сторону. И в данном случае на покупку криптовалюты биткоин. Для вас же сейчас публично озвучиваю тоже торговую рекомендацию в лонг по биткоину. Покупайте биткоин с текущих выше откатного уровня поддержки 34 600. У нас локальная комбинация здесь сформировалась. Также присутствует уровень поддержки в районе 34 000 с копейками. Это еще следующий конституционный уровень поддержки, от которого произошла реакция у нас в пятницу 3 ноября. Видим, что среагировали покупатели на эту ценовую зону. И суббота уже хорошее такое закрытие. Поэтому по биткоину у нас здесь есть один локальный паттерн, который я вижу после авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Есть крупный лонговый паттерн, который у нас сформировался за последние несколько торговых недель со своей защитой, со своим подтверждением в виде правильной комбинации, какой именно рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Поэтому все шансы для роста у нас присутствуют. Какая цель для роста? Это обновление максимумов локальных в районе 36 000 и выше. Поэтому лонги по биткоинам выше поддержки откатной 34 600. С целью на прорыв сопротивления 36 000 и выше. Так, ребят, давайте еще один инструмент посмотрим, на который я хочу обратить ваше внимание. Еще один инструмент интересный. Это сахар, фьючерсен сахар. Сейчас мы с вами посмотрим, кто торгует данный инструмент. Можете воспользоваться моей рекомендацией и открывать покупки по сахару. Почему? Потому что у нас просто шикарный паттерн. Не только локальный, но и более крупный. У нас здесь есть несколько формаций в формациях. Все это я рассказываю на своих индивидуальных курсах обучения. Что это такое, для чего это нужно, каким образом можно использовать формации в формациях для среднесрочного трейдинга и так дальше. Таким образом, у нас здесь присутствует из последнего лонговый паттерн, который сформировался за последние две торговых недели со своим защитным движением. И это импульсное движение наверх от 16-го, это внутренняя дневочка, и 17-го октября. Это защитное движение, которое подтверждено одной из моих моделей. Мои ученики понимают, что я сейчас говорю. То есть эта моделька для подтверждения защиты. Эта моделька подтверждает защитные движения, и соответствующая комбинация у нас здесь сформировалась. Восходящий паттерн, который дает возможность открывать лонги, можете уже из секущих пробовать открывать покупки. Но понимаем, что последний рост, который у нас произошел, последние движения наверх за четыре торговых дня, это уже, скажем, во-первых, перекрытие предыдущего коррекционного снижения, и во-вторых, уже локальная отработка у нас происходит. То есть инструмент еще может в моменте добирать как-то торговую позицию, если ему еще позиции недостаточно. Это уже будем видеть по факту. Но, тем не менее, здесь четко прослеживаются лонги. Не исключаю вариант покупок с текущих, потому что есть, как я уже сказала, и поджатие наверх. Есть уже и торговая локальная комбинация, которая усилена более крупной комбинацией. Смотрите, у нас здесь присутствует еще несколько формаций. Более крупная формация с защитным движением раз, подтверждением в виде комбинации последующей. То есть это еще один паттерн. И третий паттерн еще крупнее, покрупнее. Вот у нас сформировался за последние, скажем так, два торговых месяца, два с половиной. Защитные движения лонговые и вся дальнейшая комбинация, вся дальнейшая консолидация с локальными коррекциями. Это подтверждение защиты. Три формации. Одна крупная, вторая чуть-чуть поменьше. И третья формация, вот это та, которую я только что вам для вас озвучила, локальная защита, коррекция с перекрытием. И вторая коррекция с перекрытием. И это последний паттерн, который подтверждает и показывает возможность работы в лонг по сахару. И учитывая то, что я только что озвучила, то есть учитывая характер накопления, учитывая характер крупных комбинаций и так дальше, я думаю, что среднесрочные лонги здесь можно рассматривать. Поэтому сахар покупки выше откатного уровня поддержки 27,3. Это минимум пятницы локальный откатный уровень поддержки. Понимаем, что есть еще у нас и ключевой уровень поддержки 26,8. Если вдруг инструмент будет еще падать в моменте, то это не отмена сценария, это до набора торговой позиции. Но, как я уже сказала, я больше склоняюсь к тому, что инструмент будет расти в текущих. Поэтому открываем лонг из текущих и ожидаем дальнейшего роста. С целью на пробитие максимумов, которые у нас образовались в прошлом месяце, в месяце октября в районе 28. Пробиваем 28, дальше улетаем наверх. Кто торгует фьючерсом сахар, кто торгует со среднесрочной перспективой, отличная формация, отличная комбинация у нас здесь присутствует. Поэтому возьмите на заметку и открываем лонги по данному инструменту. Ну что ж, ребят, это все торговые идеи, которые я для вас отобрала на сегодняшний момент. Интересные торговые идеи. Если что-то будет меняться, если будут происходить какие-то дополнительные графические, информационные у нас комбинации, изменения и так дальше, я это все буду, во-первых, озвучивать публично в рамках обзоров рынка, которые выходят регулярно на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал и всегда будете в курсе изменений, если у нас что-то будет меняться по инструментам, в том числе и по тем, по которым сегодня были торговые сигналы и так дальше. То есть если информация у нас остается та же, я имею в виду графическая информация, я это тоже для вас озвучиваю на своих ежедневных обзорах. Поэтому не забывайте подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер для того, чтобы всегда получать и апдейты моих предыдущих публичных торговых идей, и свежие торговые идеи, и анализ остальных инструментов. То есть, возможно, вам какие-то инструменты интересны, еще дополнительные, то вы можете задавать вопросы под видео, и я буду уже на ваши вопросы отвечать в рамках следующих своих видео. Поэтому подписывайтесь на Мария Кухта Трейдер, YouTube-канал, и всегда самую свежую информацию будете получать от меня. Если желаете получать торговые сигналы с точками входа, с сопровождением, с четким ценовым уровнем стопа, пишите в личку и подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал VIP Мария Кухта. Так, теперь давайте, ребята, переходите к второму блоку сегодняшнего обзора. А второй блок сегодняшнего обзора – это анализ, анализ моих предыдущих публичных торговых идей, моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, которые вы от меня получали и на прошлых выходных, и на прошлой торговой неделе во вторник по валютному рынку, по рынку Форекс, я давала торговые рекомендации. Это не какие-то эфемерные уровни, зоны, либо еще что-то. Это конкретные сигналы для входа в рынок. Кто смотрит мои видео, вы видите четкость, с которой я озвучиваю свои торговые идеи. Никакой воды, никакого там либо это, либо это. Есть лонг – говорю лонг. Есть соответствующая комбинация – говорю об этом вам публично. Почему? Потому что я вижу рынок, если рынок сформировал паттерн. Если есть соответствующая комбинация, я публично это для вас озвучиваю. Больше торговых идей, больше торговых сигналов с сопровождением, с точками входа в закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта. Подписывайтесь и будете всегда от меня получать и торговые сигналы, и сопровождение, и апдейты, и так дальше. Так, значит, давайте сначала покажу эти видео. Значит, на прошлой торговой неделе было два видео. Первое – торговые идеи евро-серебро-бренд. Это первое видео, которое вышло в прошлую субботу 28 октября на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер. И второе видео с торговыми идеями – это индекс доллара евро-фунт я австралиец, индекс доллара в шорт, евро-покупки, фунт-покупки, австралийский доллар-покупки. И это видео, которое вышло во вторник 31 октября. Ребят, если вы смотрели мои видео, вот сейчас будем разбирать текущую картину по этим инструментам, если вы смотрели видео, если вы торговали по моим прогнозам, то 90% всех моих торговых рекомендаций на текущий момент отлично отработались, кроме нефти. Нефть лонг не отработал, но об этом тоже сейчас поговорим. Давайте начнем с валютного рынка, начнем с индекса доллара, посмотрим, где я советовала шортить, индекс доллара, где индекс доллара у нас находится на текущий момент, значит, и каким образом у нас отработался паттерн, который я отобрала для вас публично по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Итак, индекс доллара. Сейчас я не буду останавливаться на анализе, потому что я раньше для вас в своих ежедневных обзорах и предыдущих видео довольно четко проанализировала, почему вижу шорты, почему ровная консолидация, которая у нас происходила за последние несколько торговых недель, подтверждала защитное шортовое движение, что, в принципе, здесь дало возможность увидеть самодостаточный шортовый паттерн по моей стратегии, дало возможность увидеть работы в шорт, то есть работать в шорт по индекс доллару можно было от сопротивления. 106,8, консолидационный уровень сопротивления, который я для вас озвучивала. Итак, индекс доллара вторник, 31 октября, на тот момент мы еще чуть-чуть поджимались до сопротивления 106,8, о чем я говорила на обзоре, и что еще сказала, смотрите за закрытие дневочки вторника, закрываемся ниже 106,8, шортите. Значит, среда у нас в моменте чуть-чуть вынесли короткие стопы, но тем не менее среда тоже у нас закрылась шортово, ребят, ниже 106,8. Даже если вы торгуете интердей, вы могли, допустим, открыть продажу, там интердей локально вынесло, вы могли потом перезайти, и смотрите, какое движение в шорт вы забираете. Четверг, пятница, на прошлой торговой неделе шикарная отработка моего публичного прогноза в шорт по дикси. Прогноз в шорт, еще раз, который соответствует всем параметрам по моей стратегии, который подтвержден был, то есть это не какая-то зона, от которой шортим, не какие-то эфемерные рекомендации, это непосредственно торговая идея, которую вы могли реализовать, торгуя по моей рекомендации. Поэтому, если воспользовались, если шортили дикси, видео, как я уже сказала, вышло на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер во вторник, 31 октября, то уже до конца прошлой торговой недели, до конца пятницы, посмотрите, в каком шикарном профите вы могли бы быть или же есть, если вы действительно шортили. Индекс доллара. Первая цель, которую я озвучила, 105,6, пробита, пятница закрепилась ниже, очень хорошее движение у нас произошло, поэтому отработка шикарная и, как я уже сказала, паттерн, соответствующий моей стратегии защитный трейдинг. Здесь у нас хороший паттерн был, я об этом вам говорила, объяснила свою позицию продаж, не постфакту, поэтому, кого интересует мой подход к анализу рынка, кому интересен мой подход к анализу рынка к отбору паттернов, к отбору точек входа, можете записаться ко мне на индивидуальные, ребят, курсы обучения. Курсы обучения индивидуально со мной, то есть общение происходит в Zoom-формате, через платформу Zoom, чуть подробнее об обучении я расскажу в конце сегодняшнего видео. Следующая торговая идея, которую вы от меня получали на прошлой неделе, это евро. Ребят, евро, шикарный рост, посмотрите, евро-доллар, я спрогнозировала на покупку, и на самом деле я прогнозировала за последние три торговых недели я вам советовала покупать евро после того, как у нас произошел самый первый локальный, самодостаточный лонговый паттерн. Сформировался паттерн, защитное движение, коррекция, перекрытие коррекции и 17 октября, это первое видео, которое вышло от меня с торговой рекомендацией на покупку по евро. Потом в своих следующих видео сопровождала торговую рекомендацию, говорила о том, что у нас лонги актуальны, лонги в силе, в закрытом канале ребята тоже получали от меня торговый сигнал на покупку по евро. Отработку, раз мы с вами увидели на этом движении мы заработали, после чего коррекционное снижение, которое закончилось и уже на прошлой неделе, ребят, закрывается пятница 27 октября, публичное видео с торговыми идеями по евро. Я вам советовала покупать евро. Значит, евро лонг на прошлых выходных и уже с понедельника отработка у нас пошла. Понедельник и вот вторник еще один добой наверх. В принципе, до ближайшего сопротивления 1.0675 мы добили еще в понедельник, вторник на прошлой торговой неделе. Поэтому первая торговая идея, которая вышла на прошлых выходных в субботу 28 октября она себя по евро отлично отработала. Еще одна вторая торговая идея в лонг по евро на покупку евро это вторник 31 октября. Торговые идеи дикси евро фунт австралиец евро покупки. Давайте посмотрим, где на тот момент торговалась евро. Значит, это вторник закрытия дня примерно. Там еще пару часов до закрытия дня у нас оставалось. В районе 1.0575 торговалась валютная пара евро-доллар и я сытила покупать выше поддержки 1.0550. Сразу скажу, что в закрытом канале у меня было два сигнала на покупку по евро. Вернее, три сигнала, это из последнего. Первый сигнал, который я здесь 50% позиции зафиксировала, потом по безубытку закрыт. Дальше переоткрыла лонг возле 1.0550 в моменте в среду 1.0550. Здесь вынесла по стопу короткому, то есть я поставила стопу, там еще чуть-чуть в моменте евро оттестировала локальный лоу, и опять я дала еще один торговый сигнал на покупку 1.0550, то есть перезаход от данной ценовой отметки, и все это движение мы с ребятами забрали. Частично фиксировала, конечно же, покупку, но основную часть, оставшуюся часть мы зафиксировали на закрытии пятницы уже вечером, когда евро уже фактически закрывало дневочку пятницы, поэтому шикарная отработка, шикарный рост. Если вы покупали евро по моей публичной торговой рекомендации, вы тоже могли на этом замечательно заработать. Ребят, как я говорила, усилённый паттерн по евро со всеми лонговыми моментами подтверждающими, то есть это не просто я, значит, как-то угадала, не угадала, это то, что я вижу, это то, что я понимаю. Если я понимаю инструмент и паттерн, который этот инструмент сформировал, то тогда даю торговую рекомендацию. Если ничего нет по инструменту, я об этом тоже вам говорю, что сейчас ничего нет, по этому инструменту ничего нет, инструмент движения, на движении нужно уже зарабатывать, либо же это движение определяем как потенциально возможно защитное. То есть все эти моменты я разбираю на курсах обучения, говорю, когда торговать, когда нужно подождать, когда рынок находится на этапе до набора, когда видно, что рынок ещё не готов двигаться и так дальше. Всё это на индивидуальных курсах обучения. евро-доллар усилённый лонговый паттерн, неоднократно о нём говорила, кому интересно, посмотрите на моём ютуб-канале Марию Кухтотрейдер соответствующие видео, всех своих последних видео я говорила об этом, о защите по евро, о подтверждении, то есть паттерн, который я отобрала и озвучила для вас по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг и посмотрите, какая отработка. Итак, евро шикарный лонг, шикарная отработка и замечательный паттерн, который позволил спрогнозировать рост по евро-доллару. Если вы воспользовались, отлично, вы могли так же, как и подписчики моего закрытого телеграм-канала заработать на покупке евро. Так, фунт-доллар это ещё один инструмент, ещё один инструмент на который я акцентировала ваше внимание публично. В закрытом канале тоже давал торговый сигнал по фунту, посмотрим сегодня в третьем блоке сегодняшнего обзора. Фунт-доллар, ребят, просто отличный паттерн, отличный лонг, об этом я вам говорила неоднократно. Значит, по фунту торговый сигнал на покупку вы от меня публично получили 31 октября, во вторник в рамках видео торговой идеи дикси евро фунт австралийский доллар. Фунт-доллар я вам советовала покупать вот примерно возле отметки 1.2150 мы на тот момент торговались. Я говорила о том, что выше ключевого конституционного уровня поддержки 1.2100 с копейками покупаем фунт-доллар. И сказала, что можно из текущих работать. В закрытом канале я это и сделала, но в закрытом канале чуть раньше я давала лонге, ещё в понедельник 30 октября возле отметки 1.2140 это всё вам позже покажу. И посмотрите, что сделал фунт. Я уже своим подписчикам закрытого телеграм-канала зафиксировала всю позицию в пятницу на максимумах, когда фунт уже у нас прорвался выше 1.2335. Это была первая цель, которую я озвучивала в своих обзорах предыдущих, помимо локальной цели 1.2255 1.2260 Это две ценовые отметки, которые я называла в предыдущих обзорах и сразу эти две ценовые отметки мы достигли в пятницу на прошлой торговой неделе в рамках импульсного выброса наверх. Закрепились выше, шикарный рост, шикарная отработка, поэтому я посчитала, что уже фиксируем профиты. Евро тоже в принципе в пятницу зафиксировала и австралийский доллар в закрытом канале всё это зафиксировала, потому что у нас уже отработка произошла, движения есть, а после этого движения возможно какие-то донаборы торговых позиций, какие-то консолидации, возможно коррекция с перекрытиями. Сейчас уже очень много вариантов открываются, поэтому на таких на таких ситуациях я предпочитаю побыть вне рынка. А вот когда есть паттерн, смотрите, здесь у нас было два паттерна, самодостаточный лонговый раз, и кстати, я ещё дополнительно сделала для вас пост публичный, сейчас тоже покажу по фунту, самодостаточный паттерн, раз, пост я сделала в четверг, 2 ноября, где говорила, что фунт покупаем, можно с текущих покупать, цели для роста тоже озвучила, и крупный, крупный паттерн, второй у нас по фунту сформировался, здесь тоже у нас есть формация, формация, точно так же, как и по сахару, где я сегодня рекомендовала покупать в рамках торговых идей, торговых идей по фичерсу на сахар, так вот, фунт у нас тоже здесь сформировал самодостаточный паттерн, который имел внутреннюю лонговую комбинацию, паттерн крупный, со своей защитой, коррекционное снижение, которое потом было перекрыто в виде паттерна лонгового, а кстати, здесь тоже у нас было локальное перекрытие, и здесь мы тоже с вами покупали фунт, я публично советовала покупать, в закрытом канале покупала, понедельник, 23 октября, вот это движение мы тоже забирали, ну там оставшаяся часть позиции была закрыта по безубытку, дальше фунт пошел на донабор торговой позиции, на коррекционное снижение, которое обязательно нужно перекрывать, что мы в принципе и сделали, и смотрите, вот это уже комбинация, это перекрытие последнего коррекционного снижения в рамках крупного лонгового паттерна, все это я рассказываю на обучениях, ребят, как отбирать паттерны, как их понимать, как они формируются, каким образом открывать сделки, где открывать сделки, так дальше, все это на обучении, и вот, пожалуйста, отработка, по фунту, по фунту еще хочу показать, то есть по фунту у меня в моем, в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, я делала также пост, публичный пост, значит, 2 ноября, в четверг, смотрите, перспектива фунт-доллар, продолжаю рассматривать покупки, торговые идеи актуальны, вижу продолжение роста пары с текущих ценовых показателей, либо после небольшой коррекции с ближайшими целями, с ближайшими целями 1.2260, 1.2330, то есть это пост, который я для вас сделала публично 2 ноября, советовала покупать валютную пару фунт-доллар, и вот эта ближайшая цель, которую я для вас показала, и которая уже в пятницу на прошлой торговой неделе была достигнута, то есть и публично в обзорах, и публично делала посты, где я советовала покупать фунт-доллар, если у нас происходил какой-то донабор торговой позиции, об этом тоже говорила в своих предыдущих видео в рамках обзоров рынка, поэтому кто смотрел, кто воспользовался, вы уже могли шикарно заработать на покупке фунта, поэтому фунт-доллар отличная отработка моего публичного прогноза, и ни одного прогноза, потому что я неоднократно повторяла о том, что покупаем фунт, покупаем евро, шортим индекс доллара, покупаем австралийский доллар, все для вас это публично говорило, поэтому теперь давайте переходить, австралийский доллар, это еще одна торговая идея, которую получали вы публично, на моем ютуб-канале, Мария Кухтотрейдер, значит, мой ютуб-канал, торговые идеи, видео вышло во вторник, 31 октября, дикси евро фунт, австралийский доллар, австралиец, я вам советовала покупать, в закрытом канале давала соответствующий торговый сигнал, кстати, сигнал подписчики получили 1 ноября, и вот это движение, все мы забрали, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, значит, раньше зафиксировала, то есть не на максимумах, в пятницу, а примерно на отметке 0,6490, потом посмотрим мы с вами уже в рамках разбора моей работы в вип-канале, то есть уже в третьем блоке сегодняшнего обзора на это сконцентрирую внимание ваше и покажу вам свою работу в закрытом телеграм-канале вип-Мария Кухта. Ну что ж, австралиец, самодостаточный лонговый паттерн, который я отобрала для вас публично, рекомендовала покупать в соответствии с моей авторской торговой стратегией защитный трейдинг, подтверженная защита, которая здесь ни разу не, скажем, потеряла своей актуальности. Защитные движения от 16 и 17 октября, защитные движения, которые я неоднократно озвучивала для вас публично ранее, которые было подтверждено раз, первый раз мы здесь покупали австралиец и публичные, в закрытом канале давала торговый сигнал, второй раз австралиец здесь еще покупала, когда у нас перекрытие, следующие коррекции произошло, но меня здесь в закрытом канале вынесло по безубытку, значит, 30% позиции зафиксировала, оставшаяся часть по безубытку, и третий раз лунг по австралийцу, это среда 1 ноября фактически на минимумах возле отметки 0.63.35. И все движение, которое произошло среда, четверг, пятница, мне удалось забрать, ну, конечно, используя частичную фиксацию, то есть частично всегда я фиксирую часть позиции, потому что это рынок, рынок дает хорошее движение, рынок дает хорошую отработку, и это нужно для себя использовать, в своих целях часть позиции фиксировать, как это делать, где это делать, и каким образом все это я уже информирую своих подписчиков закрытого телеграм-канала ВИП-Мария Кухта. Австралийский доллар пробил все сопротивления, которые я озвучивала, это технические цели, которые я ранее озвучивала, 0.64.55, 0.64.30, ценовые отметки, мы в пятницу закрепились выше, шикарно отработали паттерн, шикарно отработали лунг, и мои подписчики закрытого телеграм-канала на этом заработали, вы также могли заработать, если вы смотрели мое видео, которое вышло во вторник, 31 октября, с торговыми идеями, то есть я, если есть хорошие идеи, я непосредственно видео называю торговые идеи, и отбираю для вас уже те инструменты, по которым есть паттерны, бывает так, что я делаю обзор рынков, то есть просматриваю целый комплекс инструментов, и уже по тем, по которым формируются паттерны, я, значит, тоже даю торговые идеи, но уже они, скажем так, внутри всех остальных инструментов, то есть уже нужно там посмотреть, да, все увидеть, для того, чтобы увидеть, по какому из инструментов есть торговые идеи. Поэтому, если вы желаете получать непосредственно торговые сигналы, все в закрытом канале, ребят, то есть если у вас там нет времени смотреть видео, если хотите по хорошим ценам получать торговые идеи, то в закрытом канале непосредственно сигнал приходит, вы по текущим ценам открываете, я лимитками не работаю, то есть только по рынку, потому что мне нужно увидеть реакцию, мне нужно увидеть паттерн, подтверждение и так дальше, то есть только по рынку работаю, и вы уже можете непосредственно сигнал от меня использовать в своей торговле, открываете ссылку, а потом я сопровождаю свою торговую рекомендацию. Австралийский доллар, лонг, значит, вторник, 31 октября, записал обзор, торговая идея на покупку отработалась. Дальше. Следующие торговые идеи, давайте посмотрим, это те, которые вышли на прошлых выходных, а именно в воскресенье, вернее, в субботу, прошу прощения, 28 октября, торговые идеи, евро, сильвер и бренд. Евро сейчас дублировать не будем, то есть евро мы уже с вами анализировали, давайте серебро посмотрим. Значит, серебро советовала покупать, советовала покупать вам два раза, первый раз, и это вот закрывается пятница, и в субботу записываю видео, где советую покупать серебро. Понедельник, локальная отработка есть. Дальше. Серебро ушло вниз до поддержки ключевой уровень 22,7, и в четверг, 2 ноября записываю обзор, это последнее видео, которое сейчас есть на YouTube-канале Мария Кухта-Трайвер, обзор рынков на 2-3 ноября, где у нас есть вот Форекс, серебро, TLT, крипта. Значит, по серебру советовала покупать и открывать покупки. Кто смотрел мое видео, вы сами можете убедиться, и сами видели то, что я советовала покупать, и этот металл выше поддержки 22,7, здесь говорила либо с текущих, либо еще как-то будем тестить. Но по факту мы с вами протестили поддержку, то есть видим, что оттестировала серебро еще и эту поддержку 22,7. В пятницу, в пятницу в моменте, да, и в четверг здесь в моменте, да, чуть-чуть так мы тестировали, поэтому в закрытом канале стоп я поставила за минимум, за минимум среды, и в принципе мы сейчас уже в профите. То есть я сигнал давала в четверг в районе 23, и сейчас вот мы уже в неплохом локальном профите. Дальше смотрится серебро наверх, о чем я проинформировала вас сегодня в первом блоке сегодняшнего обзора, где я давала непосредственно торговую идею на покупочку серебра. Поэтому серебро на этапе еще формирования паттерна, на этапе еще до набора торговых позиций, и это все можно использовать для открытия сделок и зарабатывать на покупке серебра, потому что серебро у нас дальше смотрится наверх. Все это я для вас озвучила в первом блоке сегодняшнего обзора. Но локально мои предыдущие торговые идеи тоже отработались. Вот это понедельник локальная отработка, и вот пятница это тоже отработка предыдущего прогноза в лонг. Локально, да, дальше ждем наверх. Так, и нефть. Вот нефть это единственный инструмент, который не отработал мой прогноз в лонг. Я на прошлых выходных в субботу в рамках видео с торговыми идеями советую покупать нефть. То есть у нас пятница, 27 октября закрывается. Я, в принципе, считала, что у нас еще инструмент находится на, скажем, этапе лонговой комбинации со своим защитным лонгом, движением, коррекция, которая была здесь перекрыта. Но нет, это было не перекрытие. Это была консолидация с подтверждением шартового движения, и вот соответствующая реакция у нас произошла в понедельник. Но, в принципе, уже на следующем видео, на следующем обзоре, который вышел, обзор рынков на 30-31 октября, я уже, ребят, сказала, что уже по нефти уже все. У нас, скорее всего, импульс не спошел. Это уже отмена сценария. Уже там лонги не актуальны. Уже нужно фиксировать стоп, и, скорее всего, дальше будут продолжаться продажи. Но, тем не менее, та рекомендация, которую я давала на выходных, она не отработалась. То есть это единственный инструмент, по которому у нас фактически произошла отмена сценария. Я имею в виду из всех моих торговых идей, которые вы получали на прошлой торговой неделе, произошла отмена сценария, и нефть у нас пошла вниз. Ну что ж, с вторым блоком сегодняшнего обзора мы с вами закончили. Теперь давайте переходить к третьему блоку. Третий блок – это анализ и разбор моей работы в закрытом, в закрытом, ребят, телеграм-канале ВИП Мария Кухта. Давайте посмотрим в закрытом телеграм-канале. Сейчас вам покажу свою работу. За последнюю торговую неделю подписчики получали от меня много, много, на самом деле, торговых сигналов. То есть количество торговых сигналов зависит от наличия паттернов. Может быть, и 10 торговых сигналов в неделю, может быть, 3-4, зависит от комбинации, которые формируются на графике. Может быть, и больше 10. То есть, в принципе, если есть паттерны, то соответствующие сигналы получают подписчики моего закрытого телеграм-канала ВИП Мария Кухта. И, как я уже сказала, в чем плюс подписки на закрытый телеграм-канал в том, что вам не нужно смотреть видео, тратить свое время, думать, куда поставить стоп-лосс, потому что все это я для вас пишу в своем закрытом телеграм-канале ВИП Мария Кухта. И поступает непосредственно графический сигнал, вы можете сразу по текущим ценам открывать сделку. Почему? Потому что я лимитками не работаю, я уже об этом неоднократно говорила, мне нужно посмотреть на реакцию рынка на тот или иной уровень, если он есть такой, если он присутствует. Мне нужно посмотреть, как формирует себе паттерн, только тогда я даю торговую рекомендацию. Поэтому от каких-то зон, от каких-то эфемерных областей графических я не работаю. Только по рынку, по текущему подтвержденному паттерну, тогда я могу работать, и тогда я вижу рынок и соответствующие идеи даю для вас. Так, фунт-доллар лонг. Значит, 30 октября. 30 октября советовала покупать фунт-доллар, это понедельник на прошлой торговой неделе. Посмотрите, где на тот момент торговался фунт. Советовала выставить стоп-лосс по 1,270. То есть куда выставлять стоп-лосс, я пишу либо в ценовом формате, то есть непосредственно пишу цену, куда нужно выставить стоп-лосс, либо же показываю на графике в графическом формате и пишу, что в эту зону, в эту ценовую зону выставляем стоп-лосс. То есть два формата выставления стопа. Фунт-лонг, сигнал. Дальше. Это сопровождение продаж по индексу доллара. То есть я ранее еще осветла шартить индексу доллара своим подписчикам закрытого телеграм-канала. Это был еще один сигнал, где сопровождение происходило по дикси. Вот в таком ключе я делаю сопровождение, то есть жду дальше вниз. Давайте дальше смотреть. Евро. Это сопровождение по евро и частичная фиксация. Фиксируем 30% оппозиции на покупку, стоп в безубытке. Это еще предыдущий сигнал лонг по евро, где я покупала. Посмотрите, где я советовала покупать евро-доллар еще ранее подписчикам. Эта покупка у меня часть была зафиксирована, оставшаяся часть по безубытку. Сейчас тоже все это покажу. Значит 30% видите частичную фиксацию я в любом случае использую. Оставшиеся 20%, вернее не оставшиеся, а остальные 20% здесь возле максимумов зафиксировала. И оставшиеся 50% это по безубытку закрыто было. Дальше. Нефть тоже у меня был торговый сигнал на покупку не сработало, это убыток. Австралийский доллар, частичная фиксация. Смотрите, где советовала покупать, где посоветовала закрыть 30% после сопротивления. Непосредственно торговый сигнал, вот где, то есть куда выставляется топ-лосс. Австралийский доллар лонг, открываем по текущим ценам. Вот покупка, здесь частичная фиксация. Тоже у меня там оставшаяся часть позиций по безубытку, сейчас покажу. Дальше. Индекс доллара, удерживаем продажу, стоп-переводим безубыток, это сопровождение позиции. Когда нужно перевести стоп-безубыток, видите, у нас уже хорошее движение пошло, тогда можно уже пробовать стоп-булу, выставлять. Криптоатом давала покупку, фиксация частичная, видите, какой здесь хороший паттерн был на самом деле. Паттерны, они на всех рынках работают, и на криптовалютном рынке, и на рынку Форекс, и металлы, товарно-серевой рынок, и фондовые индексы, и фондовый рынок, ребят, на всех рынках паттерны работают, те паттерны, которые я понимаю, и отбираю для вас по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Евро-доллар, еще фиксируем 20% позиции на покупку, это то, о чем я вам говорила, видите, где я открыла лонги, и здесь получается еще 20% позиции зафиксировала. Дальше, давайте смотреть, дальше у меня Dixie, фиксация 30%, это тот сигнал на продажу, 30% зафиксировала, у меня оставшаяся часть позиции по безубытку. Дальше, The Cash сопровождение, фиксация 30%, The Cash раньше, тоже ранее, вернее, советовала покупать. Потом, по валютному рынку, там у меня некоторые сигналы по БУ вынесло, то, что я сказала, евро, австралиец, индекс доллара, частичная фиксация происходила, но оставшаяся часть позиции закрыта была по безубытку. тем не менее, потом я переоткрыла с отрицей сделки, что сейчас вы сами увидите. Евро, евро, удерживаем покупку лонг актуален, где часть фиксировала, да, но потом евро вынесло по БУ, тоже сейчас покажу. Так, фунт сопровождения, удерживаем покупку лонг актуален, видите, то есть, несмотря на то, что вот внутреннюю дневочку сделали, да, ну, это до набора торговой позиции, это в рамках паттерна, это все в порядке, все нормально, и об этом я написала подписчикам своего закрытого телеграм-канала. Торговый сигнал, австралийский доллар лонг, 1 ноября, среда, торговый сигнал на покупку австралийца, посмотрите, где я советовала открывать лонги, и где у нас сейчас австралия, по 0,65, замечательный импульс наверх, замечательный рост по OutUSD, отличная отработка торгового сигнала, и потом я частично фиксировала позицию, сейчас вам покажу. Так, по серебру, это еще предыдущий сигнал на покупку, где я покупала, 50% фиксации, оставшаяся часть по безубытку, раньше вам тоже публично об этом говорила и показывала, значит, торговый сигнал, это The Cash, так, сопровождение, эфир, продолжаем удерживать лонг по эфиру, я ранее советовала покупать в закрытом канале, но сейчас не буду на этом останавливаться, то есть, эфир покупали, так, вот это евро, что оставшиеся 50% позиции закрыты по безубытку, так, смотрите, будем, будет сигнал для перезахода, напишу, что, в принципе, я и сделала, когда случился, появился сигнал для перезахода по евро, я об этом написала в закрытом канале и дала соответствующий торговый сигнал. Фунт в рынке, я удерживаю покупку, несмотря на то, что, видите, у нас локальное давление не было вниз, но все-таки у нас все оставалось в силе, все оставалось в рамках формации, и я вот соответствующие посты пишу в закрытом канале, чтобы ребята понимали, остается ли у нас еще актуальна идея, либо какие-то изменения произошли и так дальше. Евро лонг, торговый сигнал на покупку, 1.0520 стоп, меня здесь вынесло по короткому стопу, то есть, мы еще один перелог маленький такой по евро сделали, но я потом еще раз перезашла по евро. Австралиец, стоп переводим без убыток, видите, как я работаю, то есть, это торговый сигнал, который он только что показывал, а это уже где нужно перевезти стоп без убыток, но пока еще не фиксируем. Чуть позже, фиксация 30%, когда австралиец уже пробил сопротивление, уже интердей отработка есть, интердей импульс есть, а тогда 30% фиксируем по, значит, австралийскому доллару на покупку. евро лонг, перезаход на покупку, если вынесло по короткому стопу, перезаходим на покупку, и куда выставить стоп лост, тоже показало, ну, фактически вот за минимум. И евро, оставшуюся часть позиций, зафиксировала в пятницу, уже в конце дня, ребят, то есть, евро шикарный рост, шикарная отработка, и мои подписчики заработали на это. Эфир, частичная фиксация, фиксируем 30% позиции на покупку, вот где покупали, я сейчас не буду показывать непосредственно сигнал, потому что еще раньше вам показывала публично, так, биткоин лонг, вот этот сигнал на покупку биткоина, это тот сигнал, который у меня еще сейчас висит в рынке, то есть, у нас по 34 тысячи стоял стоп лосс, он устоял, в принципе, и идея сейчас актуальна, то есть, сейчас биткоин продолжает смотреться на покупку, о чем я сказала вам в первом блоке сегодняшнего обзора, сопровождение по биткоину, делаем покупку. Дальше, австралиец, еще фиксация 20% позиций на покупку, оставшиеся 50% позиций удерживаем, стоп в безубытке, смотрите, где еще 20% зафиксировала, то есть, в сумме 50% зафиксировала и оставшиеся часть в пятницу на максимумах, сейчас покажу, так, торговый сигнал серебро лонг, торговый сигнал, который я дала в четверг, потом, сейчас покажу, значит, фунт-доллар, продолжаем удерживать покупку, отличный паттерн, вот, все моменты написала в закрытом канале, чтобы ребята понимали, что у нас идея по фунту в лонг актуальная, евро лонг актуален, удерживаем покупку, видите, где евро у нас торговалась, то есть, таким образом, я сопровождаю свои торговые позиции, евро, отличный рост, фиксируем 30% позиции, вот, где зафиксировала, 30% по евро, дальше по серебру, я стопло чуть-чуть сдвинула за минимум среды, потому что нужно было посмотреть, как закроется дневка, что я, в принципе, написала своим ребятам, и что, в принципе, мне позволило быть в рынке по серебру и на текущий момент, и сейчас мы в профите по этой сделке, то есть паттерн, в принципе, подтверждается, что отлично и что дает возможность дальше покупать серебро. Так, биткоин, удерживаем покупку, программа смотрится наверх с целью на переходе в сопровождении по биткоину, так, TVT, частичная фиксация, TVT фиксация полностью, посмотрите, кстати, какой хороший здесь паттерн был на крипте, где я советую покупать TVT, отличный просто лонговый паттерн, отличный, и такая же отличная отработка, поэтому, кто торгует крипту, из моих ребят, они могли заработать на покупке данного криптовых инструмента. Эфир, значит, оставшаяся часть позиции закрыта по безубытку, вот где я покупала, стоп в бут, здесь часть зафиксировала, но эфир там чуть ушел вниз и вынесла по безубытку. По эфиру я больше не перезаходила, у меня по биткоину и сеть сделка на покупку. Так, сопровождение по валютному рынку, дальше, фунт, локальная отработка есть, фиксация по фунту 30% позиции, вот где 30% зафиксировала, это в пятницу перед новостями. Евро, фиксация еще 30% позиции на покупку, посмотрите, где, фактически евро до максимумов добила, то есть здесь уже у меня евро неплохая, прибыль была, неплохой профит по сигналу, фунт еще 30% фиксируем, где, смотрите, когда мы пробили сопротивление, возле максимумов предыдущих находились, и дальше, австралиец полностью, вот где зафиксировала австралиец, возле 0,65, и где вот покупала, вот это все движение, краткосрочное, импульсное движение, импульсная отработка произошла, и я зафиксировала сигнал полностью. Серебро, вот произошла реакция на поддержку, я написала, что удерживаем покупку в закрытом телеграм-канале, дальше фунт, фиксируем покупку полностью, вот где фунт полностью зафиксировала, оставшиеся 50%, видите, и где покупала, вот таким образом заработала на покупке фунта. Дальше, то же самое евро, фиксируем покупку полностью, шикарная отработка, покупка, вот фиксация, оставшаяся, оставшаяся позиция, часть позиции по евро. И буквально вчера вот написала по биткоину, что биткоин в рынке, перспектива роста сохраняется. Ребятам, которые у меня сейчас купили биткоин и сидят в лонгах по данному криптовалютному инструменту. Ну и по ватчейн это тоже монетка из криптовалютного рынка, частичная фиксация на покупку и что стоп перевести без убыток. Здесь тоже хороший был паттерн на самом деле и неплохая отработка. Ну что ж, ребята, это моя работа в закрытом телеграм-канале Витмария Кухта. Сами можете убедиться, как я отбираю торговые паттерны, как я анализирую рынок, каким образом идут торговые сигналы. Торговые сигналы все по рынку, никаких лимиток. Потому что мне нужно посмотреть реакцию рынка, мне нужна реакция. Только по этому я могу определить точку входа, направление и так дальше. Все паттерны отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Есть паттерн, есть соответствующий торговый сигнал в закрытом канале. По поводу видео. Да, в видео тоже есть торговые идеи, но видео может выйти вечером, видео может выйти там утром, еще когда-то, да, когда мне вот комфортно, удобно записать обзор. Поэтому хотите получать по хорошим ценам торговые сигналы, тогда, когда они появляются, оформляйте подписку на мой закрытый телеграм-канал Витмария Кухта и вот таким образом будете получать от меня и торговые сигналы, вот так, как я только что вам показала, и сопровождение торговых позиций, и, значит, апдейты, если у нас происходят какие-то изменения, тоже об этом пишу. Если нужно фиксировать полностью, об этом пишу. Когда частично фиксируется, когда стоп-ласс привезти без убыток, все это пишу. Дальше. Если вам импонирует мой подход к анализу рынка, если вам интересен мой подход к анализу рынка, если вы хотите также зарабатывать на хороших движениях, их определять сначала, потом на этих движениях зарабатывать, записывайтесь на индивидуальные курсы обучения. Обучение индивидуальное, ребят, со мной. Общение 8 занятий. Каждое занятие продолжительностью около полтора часа. Занятие происходит по Zoom. То есть если у вас есть какие-то вопросы, все это вы можете задать в рамках занятий. Дальше. После 8 занятий у нас с вами общение не заканчивается, потому что я вас, во-первых, добавляю как бонус в свой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта, где вы будете видеть мои торговые сигналы и их же можете использовать для своей торговли. Это раз. И второе. Я предлагаю для вас полгода наставничества. То есть это все как бонус к курсу обучения. Для своих учеников предлагаю наставничество полгода. За эти полгода вы можете любые вопросы мне в личку задавать в телеграме. То есть спрашивать по каким-то инструментам, спрашивать по точкам входа. Всегда отвечаю, то есть всегда нахожу время для того, чтобы ответить своим ученикам, потому что я считаю, что не просто нужно дать знание, но потом нужно еще показать, как вот эти знания можно использовать на практике, как они работают. И для этого добавляю в закрытый телеграм-канал. Для этого предлагаю свое наставничество и свою помощь в торговле и так дальше. Поэтому, кому интересно, обращайтесь в личку. Всю информацию по обучению предоставлю. Всю информацию по доступу в закрытый канал сигналов предоставлю. Моя контактная информация есть под видео. Ребят, еще раз. Все свои торговые идеи. Я отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Что такое моя стратегия, каким образом она формировалась. Ну, на самом деле, я уже 10 лет в трейдинге, уже 10-й год в трейдинге. Возможно, запишу какое-то отдельное видео, потому что есть много вопросов от вас по поводу моей стратегии. Запишу отдельное видео, расскажу, каким образом понимаю рынок, ну, в общих чертах, понятно, да, потому что непосредственно подробную информацию я уже на курсах обучения рассказываю об этом всем. Значит, моя стратегия это не технический анализ, это не волновой анализ, и это не прайс-экшен, ребят. Это графические комбинации, которые я наработала за время, скажем так, работы в трейдинге, за то время, которое я уделяла трейдингу, а фактически я ежедневно работаю в этой сфере уже десятый год. С 2014 года начала работать в трейдинге, и у нас уже вот 2023 год заканчивается, то есть уже десятый год моей работы в трейдинге. За это время различные системы торговые изучала, различные торговые, значит, анализы изучала, но наработала свое понимание рынка, свой подход к анализу рынка, который действительно работает, который действительно дает возможность прогнозировать рынок и на этом зарабатывать. Поэтому, если вам интересно, пишите в личку, все индивидуальном формате вам предоставлю всю информацию. Благодарна за просмотр, благодарна за то, что подписаны на мой YouTube-канал Мария Кухтотрейдер, если еще не подписаны, подписывайтесь. Если еще не подписаны на мой открытый телеграм-канал Мария Кухтотрейдер, ребят, подписывайтесь. Также в Facebook есть группа Мария Кухтотрейдер закрытая и открытая страница Мария Кухтокепитал, тоже подписывайтесь, если еще не подписались. Значит, благодарна за ваши комментарии, за ваши отзывы, реакции. Буду благодарна, если напишите в комментариях, воспользовались ли вы моими публичными прогнозами по рынку Форекс, заработали ли вы на покупке евро, на покупке фунта, на покупке австралийского доллара, на продаже индекса доллара. Это те торговые сигналы, которые я давала для вас поубличной, которые вы могли использовать в своей торговле и на этом заработать. Буду благодарна, если напишите в комментариях. Жду от вас свежего фидбэка. Если есть вопросы по каким-то другим инструментам, пишите. Обязательно буду разбирать все эти инструменты на следующих обзорах. Всем хорошего дня, ребята, прибыли торговли и до скорой встречи.